Всем привет! Это Ивлев Шеф Ченнел, а значит, с вами шеф. Многие знают мою любовь к сосискам, обожаю сосиски в разных вариациях, даже с сырыми есть. Всегда хочется немножко повыпендриваться. Сосиски жареные, сосиски в тесте, сосиски такие-такие-то, все это хорошо. Сосиски в стиле пончиков, ну, мало кто когда-то из вас готовил. Делается легко, продуктов нужно вообще минимум, зато получается офигенно. Мои любимые сосиски, 4 штуки, 100 грамм классической пшеничной муки, 100 грамм муки кукурузной, разрыхлитель для теста, сахар, соль и молоко. Это будет, соответственно, кляр. Если не хочется использовать дрожжи и ждать, пока все это начнет бурлить, кипеть, то можно использовать пекарский порошок, он вот такой вот, разрыхлитель для теста вам поможет. Смотрите и учитесь. Сухие продукты в первую очередь я сначала перемешал. Тесто будет слегка такое сладковатое, при этом будет очень-очень вкусное. Вот в этот кляр, который я вам сейчас показываю, можно будет не только использовать сосиски, можно даже колбасу взять любую, докторскую, например, кусочки курицы, креветки, например. Начинаю вводить молоко и теперь разбавляю нужной на текстуре. Использую еще я воду. Тесто должно быть похожим на густой-густой кефир. Помните, мы с вами в свое время готовили темпуру, кальмары и кольца. Вот почти вот такая же должна быть история. Тесто должно быть густое, тогда наши пончики, обзавем их так, будут просто-напросто нереальными. Если вдруг у вас комочки, то бояться не надо. Если хотите, можете просто-напросто процедить. Нет, можете жарить с комочками. Ничего страшного не будет, комочки в раскаленном масле разойдутся. Жарить мы это все будем во фритюре. Здесь стоит растительное масло. Надо проверить, насколько масло, во-первых, раскалилось и готово ли оно к работе. Во-вторых, насколько правильный кляр. Все делается очень просто. Вот так вот начинает всплывать. Насколько правильный кляр схватился. Он достаточно воздушный. Я считаю, отлично. Вы думали, все будет очень просто? Немножко-то мы все равно с вами попотеем. Вы поймите, чтобы было намного интереснее, чтобы было намного культурнее. Не просто взять, пожарить или отварить, добавить немножко творческого подхода, и у вас получается офигенная закуска для того, чтобы пригласить своих друзей. Вот такой вот букет из сосисок. Перемешиваю. Начинается художественный процесс. Выкладываю салфетку. Она очень важна. Прям в кляр их вот так вот опускаю. Пусть они лежат. Ничего здесь сложного нет. Обмакиваю я. Полностью слегка задерживаю на пару секунд и опускаю в раскаленное масло. Можно прям как истинный диджей крутить эти вот пончики. Ты посмотри, какая красота получается первая. Готово. И не так сложно. Зато как вкусно. Ну и конечно же, друзья мои, разнообразно. Очень важно, ребят, не сразу, иначе у вас прилипнет. Опс. Задержались прям буквально на пару секунд. Сосиска успевает за это время там распариться. Поэтому можете в этом плане не переживать. Сосиска само собой успеет приготовиться. Обязательно сосиска должна где-то полминуты пожариться в раскаленном масле. Обожаю вот такие вот рецептики. Они такие вкусные, они такие простые, что каждый может реально себя почувствовать настоящим шефом. Это все, друзья мои, для вас. Не забываем подписываться, как всегда, на мой канал. Конечно же, ставить вам большое спасибо. Как всегда, в карму масса интересных, супер вкусных кулинарных рецептов от меня. Поверьте мне, ваши детишки тоже будут безгранично рады такому рецепту, если вы приготовите. Так или иначе, наши дети едят это все. Да и мы тоже это едим всю жизнь. Ничего страшного. Хвостик у нас не вырос, рожки у нас не выросли. Лучше всего готовить на компанию. Это, конечно же, идет для удивления и развлечений не только своего желудка, но и, соответственно, своих друзей. Можно сделать классический соус. Соус тартер. Что хотите, можно сделать. Я люблю некоторые готовые соусы. Даже их с большим удовольствием рекомендую в своей программе на ножах горе-рестораторам, которые не до конца соображают, что они делают. Можно использовать кетчуп, можно использовать горчичный соус. Можно взять рис, гречку, либо вот какую-нибудь тару, например, с кунжутом. Ну, чтобы была твердая история. Покажу вам несколько подач. Отдельно подать соус. Либо водрузить вот сюда в тарелку. Вот так вот вы можете встретить утро своей любимой, либо своего любимого. Приготовить вот такие вот пончики со сессоном. Все очень просто. Буквально 10-15 минут и у вас необычное, но очень вкусное блюдо. До новых вкусных встреч. Пока-пока. Недавно я готовил со своим другом, коллегой Виктором Белей из ресторана русской кухни Ухват. Кстати, там настоящие печи стоят. Мы вместе с ним готовили для его ютуб-канала. Кому интересно познакомиться с двумя рецептами офигенной русской кухни, переходим по этой ссылке и наслаждаемся. Привет тебе, Белей!